Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня выходит шестая серия нашего пути до кастомного самолета на Аризона РП Гилберт. Чтобы долго не затягивать с началом, прямо сейчас поставь лайк, давайте наберем здесь 1000 лайков. Ну и конечно же, если ты до сих пор не подписан, прямо сейчас жми на красную кнопку, и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать выход новых серий. Ну а вся подробная информация, как начать играть и получить от меня кучу бонусов, есть в описании. Желаю вам наиприятнейшего просмотра. Начинается наша серия с того, что на руках у меня было 32 миллиона. Сдаю свою фуру в аренду на целых 2 часа за 1,6 миллионов. Итого на балансе у меня уже целых 34 миллиона. Наступает у нас Payday и слетают куча домов, но я почему-то выбираю самый плохой из них. Но это не самая большая проблема, ибо я просто выпрыгиваю из Маверика слишком высоко и конечно же попадаю в больку. В последнее время мне вообще не везет на слетах. Может есть какие-то советы, которые вы можете написать в комментариях. Чуть позже, тем же днем, накопил я в общем-то с бесплатных сундуков целых 22 бронзовые рулетки. Ну а также есть одна серебряная и золотая. Надо бы их продать. И чтобы долго не париться, я решил их продать скупщику. Бронзовые рулетки продаю по 15 тысяч, получаю за это 316 800 долларов. Ну а серебряную за 86 400 баксов. Как вы помните, друзья, в прошлой серии я попытался скрафтить ту самую катану, но по итогу ничего не получилось. Поэтому я предложил, что если в этой серии скрафтить целых 50 раз ту самую катану, в комментариях многие поддержали эту идею. Ну и прямо сейчас мне предстоит скупать все нужные мне ресурсы. Ну и конечно я отправился на шахту. Если что, время было 23.38. Начал я там скупать металл, камень, бронзу. Сейчас на балансе у меня 33 556 145 долларов. И кстати, прошу заметить, у меня есть одна звезда розыска. Но я надеюсь, что никто меня за нее не повяжет. По итогу проходит где-то минут 7. И я уже нахожусь в полицейской машине. Двое сотрудников везут меня прямиком в отделение полиции. И я уже был готов к тому, что придется посидеть в ТСРе. Как тут на полпути игрок Аугустин Херрера предлагает договориться не хочешь? В принципе это хорошая идея. Он говорит 2 миллиона каждому. Согласен ли я? 2 миллиона это очень много выходит. Я предлагаю по 1 миллиону. Они конечно же отказываются, ибо понимают, что в этой ситуации преимущество точно не за мною. Я предлагаю 1,5 миллиона. Тот самый игрок начинает мне объяснять, что он начнет меня обыскивать. И если что-то найдет, докинет еще звезд. И я решаю брать их на понт. Говорю, что ну пофиг, если что, выйду за донат. Раз уж не хотите 1,5 миллиона. Ну и конечно игроки понимают, что теперь я нахожусь в более выгодной ситуации. Поэтому они соглашаются на 1,5 миллиона каждому. Ну и через стрейд передаю сначала первому игроку 1,5 миллиона. Ну а следом еще 1,5 миллиона отдаю его напарнику. Меня высаживают из машины. С одной стороны я потерял 3 миллиона. Но с другой я понимаю, что мне не придется отсиживаться в ТСР. Поэтому я решаю достать свой шар. И 12 минут, что у меня осталось до Payday. Просто где-то потусоваться, чтобы меня никак не повязали другие сотрудники полиции. Ну и так как уже скоро будет Payday, отличная возможность поучаствовать на слете. По идее в этом Payday должно слететь где-то 4 бизнеса. Наступает Payday и мы видим, что слетело аж целых 5 безов. Я сразу же отметил 23 бизнес. 3 бизнеса взяли буквально, прям сразу как наступил Payday. Бизнес, который я отметил до сих пор в Госсе. И вполне возможно, что там никто не сидел. И я правда не понимаю, как это работает. То ли эти бизнеса ловят люди, у которых есть инфа. То ли что-то тут неладное. Бизнес, короче, я тоже не взял, ибо он был уже словлен. Та самая звезда розыска у меня пропала, поэтому я вновь вернулся на шахту. Где и снова начал закупать ресурсы для крафта катаны. Спустя 2 часа примерно так выглядит мой инвентарь. Я успел уже потратить целых 14 миллионов. Ибо на балансе у меня осталось всего лишь 16. Большинство ресурсов для крафта у меня уже по сути есть. Но все же мне не хватает немножко металла, поэтому я решил пойти на центральный рынок. Ну и конечно, чуть по завышенной цене прикупить его уже там. Нахожу игрока, который продает один металл по цене в 10 тысяч. В принципе, это более-менее адекватная цена, поэтому закупаю у него весь металл. И по идее, здесь мне хватает ресурсов где-то крафтов на 30-35. После этого я вернулся в подвал своего домика. Ну и в принципе, давайте уже попробуем начинать крафтить эту катану. Ибо даже если мне выпадет одна, я смогу ее продать. Но остальные ресурсы, скорее всего, я также перепродам. И тут я замечаю, что мне просто не хватает еще одного ресурса, а именно дров. Все же 2 раза я попытался скрафтить катану, но безуспешно. Для того, чтобы получить как можно больше дров, и при этом не потратиться так много, ибо на руках у меня было всего лишь 4 миллиона, я решил закупить эти самые саженцы, засадить их на вот это вот поле, подождать пока они вырастут, ну а после уже спилить все деревья, и получить, по сути, за бесплатно дрова. Все это делал, я проводил на стриме, ну и конечно, мои подписчики помогали мне с тем, чтобы выращивать эти деревья. И просто посмотрите со стороны, какой лес нам удалось уже вырастить. Чтобы вы понимали, как это все выглядело, я зашел с админского аккаунта, и просто посмотрите, все эти люди, которые здесь работают, это мои подписчики, которые помогают мне с тем, что подходят к деревьям, которые уже выросли, и либо улучшают их, либо начинают пилить. После того, как мы спилили все деревья, мы перекинули все дрова одному игроку, который уже скинул мне на мой аккаунт примерно 17500 дров, ну а также еще один скин, который мы, наверное, разыграем. Как-то так сейчас выглядит мой инвентарь. Ну и по сути, можно приступать к тому, чтобы скрафтить катану. Попробуем скрафтить одну катану розового цвета, но, к сожалению, фейл. Дальше я запускаю целых 10 крафтов, но с них мне также не падает та самая катана. На этот раз решаю попробовать скрафтить голубую катану, также 10 крафтов, и погнали. И не знаю, с какой попытки, то ли с 26-й или 27-й, вам был добавлен предмет катана. Мы успешно создали этот предмет, и я напоминаю, шанс крафта составляет 2%. Примерно так она выглядит, но, конечно, я не буду с ней бегать. Крафтил я ее для того, чтобы в дальнейшем продать. Остальные крафты также ничем успешным для меня не закончились, и, видимо, я закупил слишком много камня, ибо ресурсов больше мне не хватает для того, чтобы скрафтить еще несколько катан, и, скорее всего, тот самый камень, что остался у меня в инвентаре, я буду продавать. Для этого я отправился на центральный рынок, выставляю камень на продажу за 15 тысяч, это, в принципе, много, но я всегда делаю упор на то, что найдется какой-нибудь игрок, которому срочно понадобится купить какие-то ресурсы, и ему будет наплевать на стоимость этих самых ресурсов. Ну, а также ту самую катану я решил выставить за 20 миллионов. На стриме мне предлагали продать ее сразу за 16 лямов, но учитывая, что я потратил все свои деньги, мне нужно по максимуму получить с нее профит, но остальные предметы вы сами, в принципе, видите, за сколько я выставил. Ну и начинается самая скучная часть, где я продаю эти предметы. По времени заняло это у меня, конечно, много часов, но для вас это всего лишь секунда. Переносимся чуть вперед и видим, что у меня купили бронзовые рулетки, бронзу, дрова, кто-то купил золотую рулетку, кто-то гражданские талоны, ну а кто-то, друзья, покупает у меня ту самую катану, я ее выставил за 20 миллионов, ну а с учетом комиссии получаю 19 миллионов 200 тысяч, и того прямо сейчас на руках у меня уже 25 миллионов 89 тысяч 534 доллара. Так как у меня оставались еще несколько камней, а также другие ресурсы для крафта катаны, я подумал, что, а может пойти обратно на шахту и закупить металла. Накупил я металла где-то миллиона на три, ну и, короче, снова решаю скрафтить катану. Хватило мне ресурсов где-то на три крафта, и, конечно же, она не выпала. И я для себя понял, что ресурсы, которые у меня остались, я точно буду продавать. У меня также остались те самые саженцы деревьев, с которых можно добывать дрова. Снова на стреме я их посадил, переносимся во времени где-то часа на четыре, беру в аренду лавку на центральном рынке, и начинаю выставлять уже свой камень не за 15 тысяч, а за 14 500. Ну и также у меня было где-то 1020 дров, их я также решил выставить на продажу. Намерен я просидеть до самого рестарта, поэтому я думаю, эти ресурсы точно у меня за сегодня купят. Переносимся где-то часа на четыре вперед, и мы видим, что у меня купили довольно много всего, ибо на руках у меня уже целых 45 миллионов 257 тысяч 470 долларов. Я уже думал идти спать, но у меня еще покупают те самые ресурсы. В конечном итоге, после продажи почти всех ресурсов, на руках у меня 47 миллионов 215 тысяч 390 долларов, и получается за эту серию мы заработали плюс-минус 12 миллионов, но на самом деле далось мне это довольно сложно, и я считаю, что можно было потратить это время по-другому и заработать куда больше. Но да ладно, самое главное, что мы в плюсе. Ну и также, друзья, вот он победитель на Mercedes GLS с прошлой серии, отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем вот этот вот скин, ну а также две пар наушников Razer. Условия, как всегда, простые, лайк под роликом, подписка на канал, ну и в комментариях напишите свой никнейм на сервере Гилберт, и еще что-то касаемо видеоролика. С вами был Джонни Стар, всем до скорого!